Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Йонеси. 12 июля 2016 года, вторник, продолжает свой видеообзор по волнам Эллиота ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре можно сказать следующее, что движение пошло по альтернативному сценарию. То есть мы не увидели движение вниз, как я ожидал вчера, мы увидели движение наоборот вверх. Что это такое? Либо это завершающая С-волна в составе волны 2, либо же мы увидим в скорости продолжение коррекции на старших таймфреймах. То есть окончание второй волны будет уже где-то на уровне 1.12. Оба варианта равнозначны сами по себе, поэтому я думаю, что после окончания этого видеообзора я открою. То есть создам отложку на покупку выше критического уровня, например, на уровне 1.11.2. Да, с ближайшей целью, допустим, 1.11.7, ну 500 пипсов или 50 пунктов. Нужно будет просто внимательно наблюдать за ситуацией, больше добавить мне нечего. По фунту-доллару также пошли по альтернативному сценарию, то есть коррекция продолжилась. Ну, допустим, я немножко изменил свою разметку. Допустим, имеем 1, 2, 3, 4 и ожидаем пятую волну по фунту. У меня нет открытых сделок, есть только отложка на продажу. Но есть также вариант, что, как и по евро, эта коррекция перейдет на старших таймфреймах, и тогда у нас здесь будет 1, 2, здесь А, Б и Ц. Есть такой вариант, конечно, он довольно-таки, скажем так, диковат сам по себе, да? Это странноват, но нельзя его сбрасывать со счетов. Поэтому я выставлю отложку на покупку еще на уровне 1.32 с целью 1.32 и 5, 1.33, а может быть и выше. Отложка должна быть. По австралийцу такая же картина, продолжается коррекция, либо это коррекция 2, потому что она еще сохраняет свою актуальность. То есть, это волна 2, потому что она еще не достигла основания волны 2 старшего порядка, да? Но если пойдем вверх, на этот случай у меня вот стоит отложка на покупку, и следующая цель у нас 0.77. По новозеландцу также. Либо мы пойдем с текущей вниз, либо уже закончилась коррекция, она уже перешла на старший таймфрейм. Но, скорее всего, что мы пойдем вверх, ближайший целевой уровень 0.73,5, 0.73,8, 0.74 и даже 0.74,18. По японской иене идем вверх, ну вот в заходном бычьем импульсе. Тут заканчивается пятая мелкая волна, вот первой этой заходной волной. И сейчас, я думаю, что начнется коррекция, должна, по крайней мере, начаться коррекция во второй волне. На этот случай у меня отложен ордер на продажу. Есть, конечно, вариант, что мы пойдем еще выше, но... Давайте посмотрим. Пятая это мелкая волна, не должна быть больше третьей волны. Куда мы пойдем еще выше? Может быть, да, еще немножко выше есть куда пойти, в принципе. Ну, маловероятно. По канадцу. По канадцу идет формирование второй волны, как я и прогнозировал. Тут все в рамках моего прогноза. Я ожидаю окончания вот этой второй волны и начало движения вверх в рамках третьей. Ну, ближайшая цель 1.31, 1.31,5. По франку уже пошли вверх, уже четвертая мелкая волна закончилась. И я ожидаю пятую волну, вот в рамках первой волны заходящего бычего импульса. Цель 0.98,5, как минимум. По фунту франку вне рынка отложка на продажу, ожидая также окончания четвертой волны и начало пятой волны вниз. По фунту иене такая же ситуация. Вне рынка отложка на продажу, ожидая окончания четвертой волны и начало пятой волны вниз. По евро фунту все зеркально, ожидая окончания четвертой волны вниз и начало пятой волны вверх. По евро к австралийцу мы еще снизились, но у нас пятая волна удлиненная. Кстати, по йене, если возвращаемся, пятая волна может быть здесь удлиненная, потому что третья волна уже больше первой. Закон гласит, что третья волна не может быть самой маленькой в импульсе, но это не означает, что она должна быть самой большой. Поэтому пятая может быть удлиненная, может быть, да, может быть, мы увидим, допустим, еще подъем пары до 106 как минимум. Может быть и так. Поэтому может стоить здесь оставить отложку на покупку на уровне 104,2. Так, по евро фунту я говорил, по евро к австралийцу, ну вот у нас пятая удлиненная. Раз, два, три, четыре, пять, я думаю она заканчивается, мы пойдем вверх, но не стал заходить в покупки, ожидаю. Да, давайте мы выставим эту покупку вот ниже, выше критического уровня, выше вот локального максимума здесь и будем ожидать, как говорится, результата, пока она сработает. По евро к канадцу вне рынка выставил отложку на покупку, потому как думаю, что у нас раз-два. Или давайте не так вот, вот так может быть, раз-два, три, четыре, вот примерно вот так может быть, да, и тогда тут сохраняются волновые правила. Ну и ожидаю поход вверх, когда сработает моя отложка на покупку, ближайшая цель 1.46, ну 1.45,5 промежуточная. По евро франку уже пошли вверх, я выставляю стоп на безубыток, ожидаю взятие уровня 1.09,5, 1.09,3, 1.09,5 евро, японская иена, вне рынка я ожидаю вот начала коррекции. Либо мы пойдем вверх опять, будет пятая удлиненная волна, да, ну стоит тут выставить отложку и на покупку, и на продажу, либо еще коррекция продолжится. Также и по ауди, к японской иене, также может иметь смысл выставлять отложки в обе стороны. По австралийцу к канадцу, думаю, что коррекция закончилась, хотя тут может быть так же, понимаете, раз, два, три, четыре, еще пятая волна может быть, тоже стоит еще отложку на покупку здесь выставить. По австралийцу к новозеландцу, ну выставил только отложку на продажу, вот ниже предыдущего локального минимума. Будем ожидать, когда она сработает, и ниже средний скользяется. По франко-иене, ну вот тут уже сработала продажа, Илья открыл, но я все-таки выставлю еще отложку на покупку на уровне 106, ближайшая цель 106,5, если допустим, иена еще будет сдавать свои позиции, потому что она довольно динамично и интенсивно это делает. Друзья, дамы и господа, на этом у меня все, желаю вам попутного тренда, жирных профитов, тощих лосей, до встречи в эфире завтра, пока-пока.